Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте как Plastic Finance. Итак, основная миссия данной компании это продвигать и круговую экономику, совершенствуя систему переработки отходов. Plastic Finance фокусируется на переработке пластмасса за счет повышения производительности сборщиков отходов. Компания не разрушает цепочку создания стоимости отходов. Вместо этого она добавляет ценность в цепочку создания стоимости, чтобы принести пользу всем сторонам. Кроме того, компания поддерживает программу пересадки деревьев для декарбонизации загрязнения СО2, что еще больше укрепляет уверенность, приверженность циркулирующей экономики. Plastic Finance расширяет возможности сообщества отходов, чтобы они имели более высокий социальный статус в обществе. Пластиковое финансирование направлено на то, чтобы дать возможность сообществам отходов. Компания ориентируется на деятельности, которая повысит их самооценку, повысит их продуктивность и благосостояние. Также она демонстрирует доступ к инвестициям ACG. Компания усилия по обогащению системы рециркуляции и расширению возможностей сообщества отходов могут быть поддержаны и расширены. С помощью датс и дейфи она демократизирует доступ для всех желающих принять участие в глобальной миссии по переобработке отходов и расширению их возможностей. Совсем скоро уже появится приложение для Android и АПП-сторы. Что довольно таки хорошо, данная компания продлила белый список, чтобы как можно больше людей заинтересованных могли принять участие в предпродаже данных токенов. Давайте немного поговорим о самой экономике данного проекта. Тикер данного токена называется PLUS. Построен он на сети Binance Smart Chain BIP20. На сайте опубликован адрес контракта и адрес продажи токенов. Общее количество токенов составляет 23 миллиона 900 тысяч токенов PLUS. Из них 1% выделено Airdrop, 5% выделено на 2LB провизию, 6% выделено на Community Development, 8% на Dubs, 6% адвизоров, 19% в команде, 31% выделено на Angels Investors, 8% выделено на приватные продажи, также 8% на Presale, 8% на публичные продажи. На сайте мы можем видеть и наблюдать график событий генерации токенов, и также опубликована дорожная карта, где мы можем видеть все будущие планы компании и ее развития и следить за этим. Немаловажным является документ White Paper, по которому технологи блокчейн и стабильные монеты могут сыграть большую роль в стимулировании каждого домохозяйства и МРФ к упорядочению финансирования индустрии переработки пластмасс. Мы можем перейти в данный документ и более расширно ознакомиться, как будет производиться все, как будет развиваться. И также можем изучить команду, которая стоит за данной компанией. Все это переходим на сайт, читаем, ознакомливаемся и только после этого принимаем решение, стоит ли инвестировать в данную компанию или нет. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!